Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мир вам, милость Аллаха и его благословения. Дорогие братья и сестры, тема сегодняшней проповеди – язык Корана и сохранение идентичности. Хвала Аллаху Господу миров, который говорит о своей священной книге. Воистину, мы сделали его Кораном на арабском языке, чтобы вы могли разуметь. Я свидетельствую, что Божество, кроме одного единственного Аллаха, у которого не сотоварища, и свидетельствую, что наш Господин Пророк Мухаммад – его раб и посланник. Да благословит Аллах Пророка Мухаммада, его семейство, высокочетимых и многоуважаемых сподвижников и тех, кто последовал за ними искренне вплоть до судного дня. А затем, язык – это вместящие, несущие смыслы и культуры, и он является одним из наиболее важных факторов создания идентичности и влияния на формирование личности. Ведь тот, кто говорит на двух языках, собирает две культуры, а тот, кто говорит на трех языках, собирает три культуры, и он читает произведения многих умов. Однако, родной язык человека остается одним из самых важных элементов формирования его культуры, поскольку тот, кто не понимает секретов своего языка, не может понять характер культуры какого-либо иного народа или постигать ее тонкости. Арабский язык очень специфичен, так как это язык священного Корана и благородной сонны пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, а также величайшим чудом нашего пророка Мухаммада, да благословите его Аллах, приветствует, является священный Коран, который отличается удивительным красноречием, лингвистическими и риторическими секретами. Священный Аллах говорит, Так мы внушили тебе в откровении Коран на арабском языке, чтобы ты предостерегал мать селений, то есть жителей Мекки, и тех, кто вокруг нее, и предостерегал от одни собрания, в котором нет сомнения. Мы уже не спослали вам писание, в котором содержится напоминание о вас, неужели вы не разумеете? Священный Коран тесно связал арабский язык с использованием разума. Всевышний Аллах сказал, Воистину, мы не спослали его в виде Корана на арабском языке, чтобы вы могли понять его. Поэтому мусульмане взаимодействовали с Кораном, используя свой разум, строя неоспоримую цивилизацию. А также, если могущий Аллах связал арабский язык с призывом к приобретанию знаний, сказав, Китабом фуссалат аятуху Кораном на арабием ли ковми янамун. Воистину, мы сделали его Кораном на арабском языке, чтобы вы могли уразуметь. Таким образом, Аллах Свят Он и Велик побуждает приобретать знания и призывает к достижению богобоязанности. В Священном Коране говорится, Мы уже привели для людей в этом Коране всевозможные притчи, чтобы они могли поменять на Зитании. Мы не спослали Коран, в котором нет кривды, на арабском языке, чтобы они устрашились. Никто не отрицает, что невозможно правильно понять нашу религию или извлечь ее постановление из книги нашего могущественного Господа и сонни нашего пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, без верного понимания нашего арабского языка. Потому что язык и так лучше к пониманию религии. Наш господин Абдуллах ибн Аббаз, да будет доволен ими обоими Аллах, говорит, Я не знал о значении слов Всевышнего Аллаха, То есть, первосоздатель небес и земли. Пока ко мне не пришли два бедуина, которые спорили по поводу колодца, и один из них сказал другому, То есть, я начал ее. Скорее, фундаменталисты и фахихи и другие считают владение арабским языком и его инструментами одним из важнейших условий иштихэда. Никто также не отрицает, что незнание арабского языка и его тонких смыслов, неспособность углюбленно понять текст и тщательно знать, что с ним связано, а также ограниченность поверхностным значением без знания тонкостей и секретов. Все это приводит к серьезной ошибке. Такой человек впадет в недоразумение, которое приведет его к кровопролитию. Следовательно, понимание Корана и Суни пророка является должным обязательством, и этого можно достичь только путем изучения арабского языка, поскольку все, что не может быть совершено без соблюдения обязательства, является обязательством. Наш господин Умар ибн Хаттаб, да будет доволен им, Аллах говорит, изучайте арабский язык, потому что это часть вашей религии. Абдельмалик ибн Маруан, да смирствуется над ним, Аллах тоже сказал, исправляйте свои языки, потому что, когда человека постигает несчастье, он может взять вдоль одежду и животное, но не может заимствовать язык, а также красота человека состоит в его красноречии. Вот что я хотел вам сообщить, я прошу Аллаха прощения и для меня, и для вас. Хвала Аллаху Господу миров, мире и благословения последнему изо всех пророков, и посланников, нашему господину Мухаммаду, его семье с подвижником и всем, кто наилучшим образом последовал за ним вплоть до Судного дня. Дорогие диноверцы, нет сомнений в том, что язык Корана собирает и сохраняет национальное наследие, вбирает в себя элементы мышления и культуры на протяжении всей истории и гарантирует выживание и бессмертие мыслей умы. Бесспорно также, что существование общин тесно связано с существованием их языков, ведь общины, чьи языки вымерли, прекратили свое существование и растворились в культурах других общин. Вот почему уделение надлежащего внимания языку является показателем озабоченности об идентичности и сохранении ее. Язык выражает сплоченность, единую тел и единую мысль нации. Язык является важнейшим культурным сосудом для любой нации и культуры. Нам же нужно проявлять бдительность и противодействовать всем попыткам растворить нашу идентичность, а также упорно работать над укреплением нашего цивилизованного иммунитета перед лицом огромных волн мыслительной эрозии, прославляя и заботясь о языке Корана, поскольку это кульчик нашей идентичности, ибо гордиться им значит гордиться идентичностью, а служение его это служение религии и родине. О Аллах! Обереги Египет и все страны мира от всякого зла. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.